Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном. О человеческой жизни мы поговорим с руководителем Приморской краевой общественной организации «Молодая гвардия» Юрием Бакуровым. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. А где вы родились? Я коренной житель Приморского края, родился в Владивостоке, в принципе вырос, учусь здесь. Учитесь где сегодня? Учусь я в Морском государственном университете МГУ Нильского на третьем курсе. Это специальность у меня управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства. Но это по сути логистика. Стандартная приморская профессия, на самом деле. Стандартный приморский парень. Каким было детство, Юра? Если так глаза прикрыть и вспомнить. До детства было, наверное, как у всех, обычное в панельной девятиэтажке. У бабушки во многом. В обычной школе. Закончил 23-ю школу, физмат. В принципе, детство было без излишивства, стандартное. Наверное, поэтому-то и выбрал профессию, в принципе, как и все. Никаких у меня, наверное, даже изначально политических или общественных заскоков в детстве не было. Заскоков. Хорошо сказали. Кто ваши родители? Мама у меня кандидат экономических наук. Она работает в Сбербанке. Эксперт-оценщик. Отец у меня строитель, архитектор. Всю жизнь, в принципе, в этой отрасли. Работал в ДНСе, на «Звезде» даже в свое время. В крупных компаниях строительством занимался. Сейчас работает в администрации города. Благоустраивает наш город. Вы один ребенок у родителей? Нет, нас двое. У меня еще младшая сестра есть, Ирина. Сколько родителей? Школьница, да. Учится очень хорошо. Молодец. Юрий Бакуров. Родился в 2001 году во Владивостоке. В средних классах школы заинтересовался политикой. В 2020 году поступил в Морской государственный университет имени Невельского на факультет управления морским транспортом и экономики. В 2021 году в возрасте 19 лет вступил в ряды организации «Молодая гвардия Единой России» и в том же году стал ее лидером. Уже 24 февраля 2022 года инициировал одну из первых в Приморье акций поддержки специальной военной операции. В марте 2022 года с группой волонтеров «Молодой гвардии» отправился в Мариуполь, где развернул первый гуманитарный центр помощи мирному населению. После еще неоднократно бывал в зоне проведения СВО, организовал регулярную отправку групп волонтеров, доставку помощи бойцам батальона «Тигр» и мирным жителям, работу в госпиталях Донецка, Мариуполя и Мелитополя, а также помощь семьям военнослужащих из Приморья. Под руководством Юрия Бакурова число приморских молодогвардейцев возросло более чем в 10 раз и превысило тысячу человек. Открыты 20 местных отделений на территории края. Дважды награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации, а также благодарственными письмами руководства «Молодой гвардии Единой России», партии «Единая Россия» и губернатора Приморского края. Мальчик Юра каким был в детстве? Ну, мальчик Юра был на самом деле до момента появления у мальчика Юры компьютера очень хорошим. Учился отличником, был послушным, спокойным. Ну, это у меня сейчас есть, я весьма невспыльчивый человек. Но в один момент, конечно, учеба чуть подкосилась, интересов стало больше после класса шестого. Но так глобально, наверное, правильным все-таки, потому что я не курил никогда в жизни. Никогда? Ну, да, сигарету закуренную во рту не держал. А почему? Вот какие-то принципы есть? Ну, в семье такое воспитание, у нас никто не курит, жесткий, в принципе, контроль. Наверное, еще то, что я так проводил много времени со старшим поколением, да, это одно из самых теплых воспоминаний моего детства, что даже прадеда застал, в принципе, даже уже в здравом возрасте, там, слушал эти рассказы. У меня были с детства правильные приоритеты по жизни. Как в школе учились? Ну, как сказал, до шестого класса вообще хорошо. После шестого чуть подрасслаблено, интересов стало много. Жизнь в школе забурлива. Но в целом, опять же, в школе, да, там ничего плохого, я думаю, про меня не скажут. И до сих пор в хорошем контакте со всеми, поздравляю себя. Потому что я, мальчик, был такой, не бьющие окна, не ломающий ничего. Закончил физмат, ну, 23-я школа, у нас действительно сложный класс. ЕГЭ сдал неплохо, поступил на бюджет, поэтому все хорошо. Юра, вы в предварительном разговоре сказали, что с третьего класса вместо мультиков стали смотреть новости по телевизору. Почему вдруг так? Ну, вот это, наверное, моя особенность. Мне так-то... Интересен был мир уже? 21 год, да, оказалось бы, для многих людей я уже очень серьезными вещами занимаюсь, помимо, там, учебы. Уже даже в школе, в моментах это проявлялось. Когда была, да, ночевка с одноклассниками, и меня там с утра спрашивают, ребята, а что ты это смотришь? Я говорю, мне неинтересно мультики смотреть, у меня уже с утра новости. Конечно, я этим интересовался, но, по крайней мере, я никогда еще до этого не понимал, что мне это действительно в жизни когда-то понадобится. Но в итоге все сложилось крайне интересно, и я сейчас там, где я есть. А почему молодая гвардия пришла в вашу жизнь, или вы в молодую гвардию? Узнал ее за счет своего университета. У нас было зимнее мероприятие, посвященное зимним видам спорта, да, там, олимпийским. Соответственно, мы были делегацией от своего университета, и там у меня была команда молодой гвардии, они нас потом пригласили на сборку себе. Ради интереса поехал. И как-то сначала даже не было у меня бурной заинтересованности в деятельности молодой гвардии, но в процессе мероприятия я стал раскрываться, да, у нас были мероприятия, это молодежные дебаты с депутатами, да, депутат Госдумы, когда Владимир Михайлович меня оценил, я бы так сказал. Фамилия Владимира Михайловича. Новиков. Да, и когда он сам подошел, переспрашивал раза три, наверное, мой возраст, депутат ли я уже, я сказал нет, и он взял у меня сам номер. Я, наверное, понял, что все не просто так. И в процессе понарастающей я, конечно, раскрывался. А что такое молодая гвардия сегодня? Это микс между тимуровцами, комсомолом и пионерами? На сегодняшний день молодая гвардия, наверное, ближе к комсомолу. Пионерия – это, наверное, все-таки юнармия, правильнее было бы сказать. В молодой гвардии уже такая более парламентская структура. Мы действительно, ребят, отбираем с позиции их взглядов. Это же не только политика, это много, это разные сферы нашей жизни, и мы должны их пристраивать. Мы ведь знаем, что у нас кадровый голод, ведь на Дальнем Востоке реально мало хороших кадров. Даже ко мне там сейчас, да, уже поступают какие-то предложения по поводу моего трудоустройства в дальнейшем, с получением диплома. Губернатор, если так уж честно говорить, меня не сильно руководителем, молодой гвардии-то называет. Он там прямо иногда бывает представляет будущий секретарь. Ну, а потому что мы действительно молодежь, за которым будет будущее. Кто-то должен унаследовать уже эту основную нашу политическую силу в стороне, нашу партию. Занять депутатские места в будущем, и, конечно, это будут молодые гвардейцы. Сейчас уже есть такая задача. Узнав лабиринты политики, узнав ее хитросплетение, коридоры власти непростые, не разочаровались? Нет, но стал сильнее, чтобы в этих коридорах не потеряться. И поскользнуться. И уметь защищаться, да. Но, конечно, это очень интересно. Я стараюсь принципиально свою организацию держать, на самом деле, свою такую партию молодежную. Мы держимся единым блоком во всех направлениях, во всех муниципалитетах. Сегодня молодой гвардии много у нас в крае. Сколько, кстати? Ну, на сегодняшний день из 32 возможных муниципалитетов, но по факту это еще надо понимать, что у нас есть город и городской округ, да. У нас уже в 25 муниципалитетах края есть отделение молодой гвардии. Юр, я вот вас слушаю и не верю, что вам 21 год, как тот самый депутат. Вот, ну так, кажется, лет на 20 дядьки больше. Откуда эта взрослость? Могу примерно объяснить, да, что может быть где-то определенную степень мужества, да, у меня добавилась в моей поездке на Донбасс. Через неделю начала спецоперации я уже понял, что оставаться в Владивостоке я не могу, потому что мне намного здесь находиться морально тяжело и следить за этими новостями, чем там. Там примерно-то понятно, там все просто, да, в зоне боевых действий. Ты понимаешь свое расписание, встал, там, пошел делать дела, обед, там, задача выполнена, там, ужин, сон. Отбой, дежурство ночное. В общем, там все это понятно. И я вам больше того скажу, уж такой инсайт. Те ребята, которые сейчас из Тигра первая смена прилетела, это во многом мои друзья, мы общаемся, тоже там есть молодые люди, уже все захотели обратно лететь, потому что мы понимаем, какое сейчас глобальное дело стоит перед нашим государством. Это, наверное, невозможность стоять в стороне, да, при выполнении этого дела. И мы все к нему должны быть причастны. И, конечно, это задача по защите нашего государства. Но если речь стоит о тех людях, которые, наверное, думают, что это где-то там далеко, то нет. То, что сегодня разворачивается, да, то противостояние с Западом на территории, там, Украины пока еще, это все напрямую связано с будущим нашей страны. С какой миссией вы ездили в зону спецоперации? Как раз было в марте, штурмуемый на тот момент Мариуполь, где город держали боевики, правильно сказать, я бы сказал террористы, батальона АЗОВ, нацисты. Мы поехали туда с гуманитарной миссией. Это была первая гуманитарная миссия, туда поехала Единая Россия, мы были ее как бы исполнителями, молодая гвардия, волонтеры. Мы первыми высадились как бы на эту территорию. В наш лагерь, да, мы работали с беженцами, которых эвакуировали только из Мариуполя. Он находился прямо где огневые позиции артиллерии нашей. Люди просто были, на самом деле, в тяжелом состоянии. Я узнал те истории, да, что с ними там делала противоборствующая сторона. Те зверства, которые делает АЗОВ, что у них принцип такой, что те люди, которые прячутся в подвалах, ну, они запирают подвалы, минируют, чтобы наши бойцы, когда людей эвакуируют, подрывались. Много страшных историй. Мы свидетельствовали военные преступления, рассказы о том, что там, они же еще наркотики употребляют в АЗОВе. Там отдельная история. Задолго, начало спецоперации, этот батальон кошмарил Мариуполь, он же там базировался. Все жители плохо высказывались, они там себе позволяли все подряд. Часть налогов этого города отчислялась, скажем так, на нужды АЗОВа. И, конечно, все эти зверства, когда ты увидишь, переоцениваешь свою жизнь в первую очередь, ты учишься оценить простые вещи, простые истины, какие-то вот эти лишние истории своей жизни, ты убираешь простые приоритеты, которые нужны людям. Они кажутся пустыми, несущественными. Конечно, когда ты это видишь, простую ценность человеческой жизни, что тебе цена теплая вода и крыша над головой, тепло, когда ты спишь, это переоценка всего идет. Юр, ну вот, как известно, слова без примеров пустые. Какая история, какая человеческая драма вас потрясла больше всего, и она останется навсегда в вашем сердце? Наверное, историй-то много, смогу сказать, да? Вот одна из. Из, одна из историй, это было прям слом для питания, я еще не привык к этому, да? На второй день мы приехали, пока лагерь разбились, ночевали, все. В следующий день нас принимают рано утром, бойцы Ахмат, да, там, батальонов в Чечне, вывезли на технике свои, население гражданское. Мы встречаем их, мы видим людей, это вот первый такой слом. И тут же там, у кого истерия, у кого ужас, часть людей обнимает этих бойцов там, спасибо вам, что вы нас спасли. И, конечно, женщина рассказывает там страшную историю, как террорист или боевик Азова просто так убил ее старшего сына, только младшая дочь осталась. И у меня даже в Телеграме где-то есть видео, я после этого там так ввел дневник, да, что у нас происходит, как мы помогаем, что мы делаем. Я, конечно, это там отметил, что вот эти страшные истории, ну, в тот момент она была яркая. Потом еще была история, когда, это даже сюжет был на «России-24», нас снимали там федеральное телевидение, когда я в Телеграме видел эту женщину, которую вытаскивали из подвала, потому что как раз вот Азов заминировал подвал, бойцы поняли это, выбили, пробили стену и вытащили с другой стороны. Так в этом подвале всех мужчин убили, оставили только женщин и детей, чтобы на крики их пришли бойцы и подорвались. И вытащили через эту дыру, и к нам эту женщину привезли. И как раз она у нас была. И я просто в Телеграме до этого видел, а потом как-то получилось, что у нас приехало СМИ, и мы как раз опознали, что это та самая женщина, она рассказала эту историю. И, ну, историй страшных много. Там была история, когда они сожгли дом с живыми людьми. Все потому, что эти люди общаются на другом языке, и той стороне… Это корни вот этого зверства, этого вражды лютой. Это, конечно… Одна страна, казалось бы, когда-то была, один народ. Я все равно убежден, да, что в степени, ну, как национальности, это наши люди, да, то есть… Но касаемо идеологической составляющей, там поработали очень на славу. И скажу честно, сильнее, чем у нас. Там было нацелено, да, воспитание вот этой злостной вражды в населении по отношению к нам. Обилие свастики, какой-то символики, которая попадается вот этой на фронте, ну, ее так в жизни не встретишь. У нас нигде свастику сейчас не производят. На Украине вот эти стяги, флаги, какие-то ножи со свастиками, они везде попадаются. Когда на взрослом мужике, да, который родился в Советском Союзе, набит портрет Гитлера, это как раз ребята, наши молодогвардейцы, я потом позже этим поселком руководил, да, эвакуацией там, как раз, гуманитарным центром, они перед отправкой в Россию, ну, проверяем на татуировке мужчин. И они сняли верхнюю одежду, и у него портрет. И вы ему задали, что зачем ты это сделал? Ну, там это… А он даже историю уже сильно там либо забыл, да, либо, ну, переобулся, так скажем. Идет глобальная работа по переписыванию истории, да, то есть мы учебники в школах искали. То есть для него Гитлер уже герой? Да, Гитлер, который за чистоту нации там борется. Вот они борются за чистоту украинской нации. Гитлер, как по их мнению сейчас-то, тот, кто им бы свободу даровал. От Советского Союза, от всего вот этого москальского, как они называют. Ну, это ужас. Какую помощь вы туда возили? В чем нуждаются наши ребята? Ну, поначалу речь о военной помощи с нашей стороны не стояла, да, поначалу… Гуманитарная. Да, чисто гуманитарка для мирного населения. Продовольствие, раздача продовольствия – это, я вам скажу, что весь Мариуполь, по сути, прокормила на себе, да, вот без всякого «Единая Россия». Вообще 60% гуманитарной помощи со всей стороны поступает туда именно с собираемыми, да, с региональных штабов партии. Это огромная сила. И когда ты понимаешь, что Мариуполь по населению вообще город сравнивый с Владивостоком, такой же портовый, целый город мы прокармливаем, да, большие торговые центры мы оборудовали, там, метроторговые центры под гуманитарные склады. Наши ребята там эту гуманитарку распределяли, мы вели учет населения, мы сделали мобильный штаб медпомощи, мы были первые вообще в городе, до этого там никто медпомощи близко не оказывал. Что важнее, никто не давал лекарства, нужны были сложные лекарства людям, у которых болезни, да, там, сахарный диабет и прочее. Тяжелые хронические заболевания. И мы это привозили, передавали, вели учет этих людей, чтобы им там адресно. Потом был опыт, скажем, работы там на скорой, мы буханки партийные закупили, новые прям заводы, обклеили их, чтобы гуманитарная миссия, ездили по городу, прям под обстрелом. Нам сообщали люди, ну это опять же, вот таким сломанным телефоном, там вот есть девочка около Азовстали, что ее нужно забрать, у нее там тяжелая ситуация с ногой, мы поехали. Уже я, я уже понял, что будет все тяжело, мы проехали позиции там спецназа, над головой свищут снаряды прям, то есть это был обмен артиллерийского огня. И мы вот забрали эту девочку, вывезли, прооперировали ее, все это было в полевых условиях, я первый в жизни. И вам 21 год, вы мальчишка, хотя и большой, но было страшно, честно, вы сугубо мирный парень. После того, как мне спрашивают, сам ли я ощущаю сейчас на 21 год, второй вопрос по степени популярности, было ли мне там страшно. Скажу так, я точно уже понимал, куда я поеду. Следя за новостями, видя, что там происходит, что противоборствующая сторона делает, я для себя все понял. Я принял тот факт, что то, что там со мной может произойти, то пусть так и произойдет. Все решит во многом и твоя судьба. Конечно, мастерство и аккуратность, да, и насколько ты осмотрителен во многом, но под обстрелами, ну, в моменте, да, вот этого психологического накала, когда там действительно у тебя рядом идет разрыв, и ты чисто даже от звука пугаешься, да, конечно, страх есть. И когда по тебе стреляют, или там рядом где-то ложится, это да. Но глобально так, что я там, когда возвращался в лагерь и думал, хочу домой, нет, у меня такого не было. Меня на реабилитацию в Москву вывезли, была обстановка тяжелая с первого заезда. Я в Москве через неделю реабилитировался, сказал, ну, и все, я обратно еду. И потом следующую же группу возглавил я и поехал обратно через неделю. И сидит, хохочет, и все нормально. Ну, я просто с этому стараюсь относиться немножко поспокойнее, да, чтобы без страсти там это рассказывать. Конечно, ситуация была непростая, но я просто с этим научился жить. Я научился, нашел себе здесь, да, дело какое-то, потому что многие же ребята не могут туда уехать, реально. Они возвращаются и возвращаются. У нас парень один, кто со мной первый раз заехал, он до сих пор так и не выехал, он там все до сих пор находится в ГУМ-месе. Юр, ну не секрет, что наше общество разделилось. Кто-то уезжает из России в знак протеста, спецоперации, кто-то категорически не хочет туда ехать, кто-то рвется туда. Почему так, на ваш взгляд? Ну, я считаю, что наше общество не совсем до конца все понимает, что там происходит. И причины, по которым мы туда направили свои войска для нейтрализации той огромной угрозы, которая стала уже исходить, фонить, я бы сказал бы. Ну, не шутки, когда учение стратегической авиации НАТО проводится в небе над Украиной, и, грубо говоря, ядерные бомбардировщики США целятся, подлетают к границе России над Харьковом, целятся наносить ядерный удар. Ну, это как я бы перед вами сидел с пистолетом и целился в вас, и говорил бы, ну, все нормально, мы соседи и друзья. Вот эти заигрывания с созданием грязной бомбы, это же они сами же в СМИ заявляли, что они все это собираются делать. Что там мы потом, когда ее создадим, скажем, что если вы на Крыму не вернете, мы по вам ударим. Вот этот вот неадекватный диалог с стороны этого государства по отношению к нам, риторика, и, как выразилось, когда мы вот эти учебники, мы базировались в школе, которая до этого держала АЗОВ в Мариуполе, мы ее приобретали в гуманитарный центр, раздавали еду. Там они даже нам растяжку в одном кабинете оставили. Слава богу, мы, когда обыскивали школу, была дыра от снарядов в стене, и мы увидели, что с другой стороны там стоит растяжка. Но вообще надо понимать, насколько против нас там агрессивно всю страну настроили. Что идеология даже в школьных учебниках – это вражда с Россией. Когда им дают оружие и говорят целью, что рано или поздно мы освободим Донбасс, хотя это не было бы освобождение, это была бы карательная операция самой предельной степени, чтобы подавить этих жителей, которые больше, наверное, всех патриотов на сегодняшний день нашей страны. Они действительно заслужили быть в составе России. Столько лет кровью защищали свою землю. Они до сих пор в Россию хотят. И в первую очередь мы, наверное, сейчас на Украине уничтожаем себе же угрозу. С таким соседом, который готов к тебе в любой момент войной пойти, при первой возможности, жить невозможно. Ну, если бы зайти в глубину, да, изначально в 2014 году, когда был Майдан, Порошенко на тот момент, кто угодно из них поменял бы риторику и сказал бы, что мы отправляем на юго-восток армию с целью, наоборот, не допустить конфликтов между населением, да, чтобы русское население там не избивали, и наоборот, не было конфликта для наведения порядка в таком плане, был бы один вопрос. Ну, когда он изначально, они заявили, что мы едем туда карать, убивать и подавлять, и особенно там вперед поехали нацисты, которые уже там натворили мародерство и так далее, то население взяло двухстволки, ружья, изначально, что там не было никакого вооружения толкового, и начало себя защищать. Что кроме учебы, что кроме любимой общественной работы вообще, на что еще есть силы, желания? На вашем дворе стоит молодость, в конце концов. Ну, меня во многом, на самом деле, с детства, да, тоже к природе приучили, там, в семье охота была и рыбалка, до сих пор зимняя традиция на корюшку сходить на лед. На охоту уже, честно, не езжу, в силу того, что просто не хватает на это времени глобально выезжать, ну, по возможности, вот на зимних каникулах, я проводил время на природе, там, в Азовском районе, там очень красиво, я прям безумно, вот из-за этого очень люблю наш край с позиции природы, у меня вообще глобальная мечта, если когда-нибудь будут у меня настолько политические ресурсы в руках, чтобы, там, руководить регионом, то, конечно, я... Даже так? Даже так. То я в таком случае, конечно, бы хотел бы всей России, там, нашим соседним, там, странам, да, кто тут по соседству, показать наш регион, он очень красивый. Вот только тут бы наладить эту туристическую инфраструктуру, чтобы более она была доступна, а не только на внедорожнике, да, доезжать там. И это был бы, конечно, бирали. А любимое место в Приморье? Даже несколько перечислю, наверное, Маяк Гамова, я отмечу, там очень красиво. Ну, наше золото, это, конечно, русский остров, там, из ближайшего, там, когда тебе вот просто хочется природы, здесь сейчас, ты всегда можешь выехать летом, и русский остров тебе, в принципе, мыс Тобизина, всех гостей из других регионов, с Москвы сражает, сражает из ближнего. И, конечно, вот бухту старались это никогда не распространять, чтобы никто не ездил. Ну, ладно. Но, нет, скажу, в Лозовском районе за преображением есть бухта Тасовая. Красота этой бухты просто внеземная. Там можно фильмы снимать про другую планету, но она чистая, там нету людей, следов от машин. Каменный пляж 100 метров до воды, открытое море, вдалеке там наши сопки такие, очень Гренландии прям отдает. Это очень красиво. Блиц вопрос. Лето или зима? Зима. Любимый цвет? Красный пусть будет. Милосердие или справедливость? Справедливость. Правда или безопасность? Безопасность. Отчего вы можете заплакать? Даже недавно такое было, потеря каких-то друзей, это самое тяжелое, с чем смириться нельзя. Тебя ранят или убьют, ты не поймешь. Я вот поэтому спокойно так об этом говорю, про себя, да, что я видел. А когда речь идет о друзьях... Философ, батенька, в 21 год-то, а? Да, когда я начинаю обдумывать, что чувствуют их родственники, все это понимать, это то, что меня на слезы пробивает, честно скажу, очень так бывает. А улыбку что может вызвать? Вы вообще улыбчивый человек? В среднем нет по жизни, я так посерьезнее стараюсь себя вести. Ну не стараюсь, а так оно и есть. Но встреча с друзьями, наверное, вызывает улыбку. И последний вопрос, Юра. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Я бы хотел сделать так, чтобы, да, не в свою там выгоду как-то жизнь прожить, а так, чтобы я смог сделать, чтобы в целом там наша страна, наш регион, люди вокруг, ну это правда мое искреннее желание, да, как-то запомнили меня очень позитивной строчкой в их жизни. В зависимости от того, на какой уровень я доберусь и на что я смогу повлиять. Я в жизни взял сотни интервью, но это первый человек, которому хочется от жизни именно этого. Вы правда какой-то молодой революционер, однозначно. Спасибо. Спасибо за искренность. Это был Юрий Бакуров, мы говорили о самом главном и интересном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»